Плюс-минус 10 долларов для этой валюты обычное дело. Монета из цифр биткоин меняет курс иногда по нескольку раз в час. В рублях теперь его тоже считают. 29 299 рублей 60 копеек было на момент начала программы. Но возможно уже все поменялось. Так что неудивительно, что кто-то на этом сделал состояние. Пузырь, надувающийся в киберпространстве или новое золото? Единого мнения нет. Но чем больше людей узнают о криптовалютах, а в интернете они множатся, тем меньше шансов на них заработать. К такому выводу пришел Кирилл Брайнин. Ботовой вентилятор охлаждает так называемую компьютерную ферму. Слишком сильно греются видеокарты, занятые майнингом, то есть добычей криптовалюты. Компьютер решает криптографическую задачу, а в награду виртуальная монета. Еще пару лет назад так можно было добыть биткоины, самые популярные киберденьги. Но сейчас валюта уже слишком дорогая, а задачи чересчур сложны. Поэтому желающие обогатиться нашли другой способ. Это способ 99%. Людей майнят альтернативную валюту, меняют ее на биткоин, если они в него больше верят, чем, допустим, денежные знаки. Либо на доллар, рубли и все. Вот это их прибыль, доход. Довольно пассивный доход. Но бывает очень прибыльно. Но, конечно, прибыль совсем не такая, как у тех, кто без малого пять лет назад поверил в биткоин. Тогда одна цифровая монетка стоила около трех центов, а пару месяцев назад за нее уже давали больше тысячи долларов. Настоящая революция в мире денег. И в сознании заодно, как в «Матрице», непонятно, где границы реальности. Ложки не существует. Не существует? Знаешь, это не ложка гнется. Все обман. Дело в тебе. Вряд ли создатели фильма «Матрица» догадывались, что окажутся так близко к истине. А прошло-то меньше 15 лет. На самом деле биткоин, как и любая другая криптовалюта, это всего лишь код, набор знаков. Его нельзя потрогать, положить в карман. Просто люди договорились считать этот код деньгами. Главное поверить. Тут как в кино. Если ты веришь в «Матрицу», значит она существует. В сущности, ведь и традиционные деньги всего лишь бумага, а биткоины специалисты считают в каком-то смысле возвратом к истокам. Это такое электронное золото в смысле независимости. Его запасы, то считаешь, как запасы металла ограничены алгоритмом эмиссии. Оно ни от кого не зависит, оно просто существует. Это вот мировая валюта, в каком-то смысле, это же валюта глобальной сети, но она не имеет мирового регулятора. Нельзя сказать, что деньги какого-то мирового правительства. Финансовые аналитики к биткоину относятся вполне серьезно. Виртуальные деньги можно продать и купить на нескольких биржах в реальном времени. Валюту, которую никто не контролирует. Невозможно даже отследить транзакцию. Неважно, откуда я из России, из Китая, из Америки, еще откуда. Я могу точно так же вставить флешку в ноутбук и провести какие-то операции. И кроме самой сети, с меня комиссии никто не возьмет. А может даже и в сети комиссии не быть. То есть для банков это вообще ужас, как это так не брать комиссии, например. Вот здесь, да, пожалуйста. Настоящие часы за виртуальные деньги сейчас уже реальность. Популярность биткоина выросла настолько, что не принимать эту кибервалюту, это все равно, что не пользоваться пластиковой картой. Клиент отправил биткоины. Надо ждать, что майнеры вокруг мира их подтверждают. Это может взять 5-10 минут. И тогда уже биткоин на наш счет. И у нас они автоматически потом конвертируются в рублях, чтобы их принимали наши бухгалтеры. Уже и бармен смешает коктейль за биткоины. В питерском кафе, впрочем, признаются, это больше модно, чем прибыльно. Мы считаем, что мы должны идти в ногу со временем и быть на волне инновационных технологий. Поэтому мы ввели биткоин. Нельзя сказать, что мы на этом зарабатываем безумное количество денег. Но кто-то ведь заработал миллионы, а Джеймс Хоуэллс из Британии наоборот потерял. Он просто выкинул свой старый ноутбук с электронным кошельком, в котором хранились внезапно подорожавшие виртуальные деньги. В пересчете почти 4 миллиона фунтов, которые уже не вернуть. Эксперты говорят, будущее криптовалюты зависит от того, сколько будет возможности ее потратить. В сети уже можно купить и фотоаппарат, и телевизор, хоть шапку. Но вот в Китае, например, биткоин запретили. Курс рухнул вдвое. Потом опять вырос, но сколько еще будет таких колебаний, никто предсказать не берется. Кирилл Брайнин, Ксения Гомонова, Игорь Крецков, Гурам Розилов и Андрей Анисимов. Первый канал.